Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы оканчиваем беседы по посланию к римлянам первоверховного апостола Павла, и мы будем читать 16 главу. В 16 главе этого послания, в заключительной главе, содержится приветствие апостола Павла христианам Рима. И эта глава начинается словами «Представление верующих из других общин, их представление римским христианам». Но главная цель этого окончания – поприветствовать и самих римских христиан. Представляю вам Виву, сестру нашу, диконису церкви Кенхрейской. «Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». Сейчас в наше время ведутся дискуссии о женском священстве, и мы знаем, как напряженно обсуждается этот вопрос. В древней церкви был институт диконис, их рукополагали, они занимались подготовкой к крещению женщин и девочек, и они даже могли сами совершать крещение, потому что мы знаем из книги «Деяния», что декана совершали крещение. Деканисы, как и декана, преподавали святое причастие. В древности это была очень распространенная функция для всех деканов. С чем это было связано? Это было связано с тем, что соблюдалась дистанция между мужчинами и женщинами. Особенно если речь касалась женщин и мужчин, которые не состоят ни в каком родстве по отношению друг к другу. Иначе бы считалось бы крайне неприлично, если бы в дом к одинокой женщине, не дай бог, пришли бы какие-то мужчины. Это было совершенно недопустимо по понятиям того времени. Такую женщину просто бы потом забросали бы камнями. Даже в языческом Риме к таким вещам относились достаточно строго. Теодор Мамзен, автор римской истории, он настаивает на том, что римляне очень строго относились к принципам строгости во взаимоотношении между полами. И не вели себя так легкомысленно, как вели себя те же самые греки, эллины, которые иногда позволяли себе разные вольности. Архиепископ Аверкий Таушев пишет, рекомендует им деканису к Энхрейской церкви Виву, с которой отправляется это послание. То есть она приносит это послание первоверховного апостола Павла в Рим. Но по понятиям того времени, если один христианин отправлялся в другой город, в другую церковь, он тоже нуждался в рекомендации от своего епископа. Чаще епископа, потому что почти во всех крупных городах были епископы или от старшего пресвитера. Библеист Протерей Александр Прокопчук пишет, рекомендательный отзыв о Виве деканисе церкви Кэнхрейской соответствует обычаю христиан «Снабжать члена своей общины такими характеристиками для церкви в том городе, куда он направлялся с визитом». То есть к таким вещам относились очень аккуратно, потому что была опасность, что под видом христиан к ним проникнут или язычники-осведомители, сексоты, секретные сотрудники или же какие-то еретики. Далее апостол Павел пишет «Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь». В те времена не было храмов. Вообще христианство – это не религия храмов. Первые четыре века христиане существовали, в общем-то, без всяких храмов. И приветствуя Прискилу и Акилу, Павел приветствует их домашнюю церковь. То есть у них дома было богослужебное собрание христиан. Амбразиастер пишет «Они были из аудеев», то есть Прискила и Акила. Уверовав, они стали сотрудниками апостола и даже других наставляли в правой вере, поскольку сами уверовали правильно. Аполлос, к примеру, хотя и был обучен Писанию, с любовью был наставляем ими в пути Господнем. Об этом говорится в книге «Деяния», 18 глава, с 24 стиха по 19 главу, 1 стих. «Потому Павел и называет их сотрудниками во Христе Иисусе». То есть апостол Павел называет и Прискилу, и Акилу сотрудниками во Христе Иисусе. То есть эта пара, они выполняли свой семейный апостолат. Поэтому это была не просто семья, это была домашняя церковь, которая возглавлялась ими. В блаженной памяти отец Даниил Сысоев пишет, во вторую очередь апостол Павел приветствует Прискилу и Акилу. Причем интересно, что на первом месте стоит жена, а на втором – муж. Акила – муж, а Прискила – жена. Это так потому, что Прискила была даже более активной в деле проповеди, чем ее муж. Но при этом ее активность никак не мешала тому, что их дом был построен во Христе, а не на чем-либо другом. То есть соблюдая принципы, которые установлены были в древней церкви, при этом они с доверием относились к служению каждого из них. Акила уважал Прискилу, свою жену, а Прискила ценила доверчивость Акилы. Далее мы читаем 5-й и 7-й стих заключительной главы, 16-й главы послания к римлянам. «Приветствуйте возлюбленного моего Эпенета, который есть начаток Ахаи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа». Мы видим, что это были пары, муж и жена, жена и муж, которые совершали свой семейный апостолат. И даже некоторые из них были соузниками апостола Павла, находились в темнице. В блаженной памяти отец Даниил Сысоев пишет, «Андроник и Юния были родственниками апостола Павла. Они проповедовали вместе с ним, и сами 12 апостолов выделяли их среди прочих. Долгое время они жили в Иерусалиме и обратились ко Христу раньше апостола Павла. В одном из заключений Павел, когда он сидел в темнице, они сидели в тюрьме вместе с ним. Священно-мученик Климент Римский в послании к Оринфинам писал, «Павел по причине зависти получил награду за терпение. Он был в вузах семь раз». То есть семь раз он подвергался заточению. В блаженной памяти отец Даниил продолжает. «Один раз он был в заключении именно с Андроником и Юнию. Память их совершается 17 мая и 30 июля по старому стилю. Святой Андроник – апостол из 70-ти. Он епископствовал в римской провинции Панония, чья территория впоследствии совпадала с границами Австро-Венгерской империи. Сейчас это часть таких стран, как Венгрия, Австрия, Словения, Хорватия и Сербия. Мощи святых Андроника и Юния были обнаружены предворотами Константинополя». Не надо удивляться, что Андроника был епископом и при этом имел жену. Древние епископы были женаты. Неженатые епископы появляются в церкви значительно позже, к VI-VII веку, а где-то к XI-XII. И апостол Павел пишет в своих посланиях к Тимофею, «Епископ должен быть одной жены муж». И даже в Древней Церкви не ставили человека на должность епископа или пресвитера в Церкви на это служение, если эти люди не имели семейного опыта и не обратили свою собственную семью. Потому что рассуждали по этому поводу так. Тот, кто не может печись, заботиться духовно о собственной семье, как он будет заботиться о семье своего прихода или своей епархии? В те времена одно как бы не противоречило другому. Далее апостол Павел пишет восьмой-девятый стих. «Приветствуйте Амилия, возлюбленного мне в Господе, приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне». В блаженной памяти отец Даниил пишет Урбан и Стахий, сотрудники апостола Павла, которые также были рукоположены в епископы. Урбан для Македонии, а Стахий имеет прямое отношение к нам. Он был рукоположен в маленьком городке под названием Византии. Вся цепь апостольского преемства в русской церкви идет от апостола Стахия, рукоположенного в пресвитеры апостолом Павлом, а в епископы апостолом Андреем. Стахий был первым епископом в Византии, и от него прямая цепь преемства идет до нас. Если вы посетите Константинополь, то увидите икону апостола Андрея, а рядом с ним апостол Стахий, один из семидесяти апостолов. Далее. «Приветствуйте апеллеса, испытанного во Христе, приветствуйте верных из дома Арестовулова, приветствуйте Иродиона, сродника моего, приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе». Вы видите вот это уточнение тех, которые в Господе, то есть это христианское приветствие, оно преподавалось только своим. «Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе». Вот эти две сестры. «Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе». Здесь мы опять видим, что много женщин, которые реально трудились о Господе, то есть совершали свой апостолат. И не только занимались хозяйственными делами, но и проповедовали активно Слово Божие. Кто-то может это воспринять с удивлением, ведь тот же апостол Павел говорит, «Жены в церкви да молчат». Да, когда собиралась церковь, они молчали, но когда выходили на улицы, эти женщины не могли молчать. Это в церкви они подчиняли свое сознание воле пресвитеров и епископов, а в миру они проповедовали Слово. Ампресиастер пишет, «Персида, похоже, удостоена большей чести, чем две предыдущие женщины, ибо много потрудилась о Господе. Такой труд поощрения и служения святых ради Христа, когда они пребывают в гонениях и нужде, ибо они оставили дома свои и подверглись нападкам неверующих». То есть женщины могли выполнять и хозяйственные функции, но мужи убедились и в том, что не только эти функции, но на самом деле они и проповедовали Слово Божие. Далее. «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою». О чем это? Он воспринимает эту Старицу за ее участие в его жизни как свою духовную мать. «Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, возможно, имеется в виду пастырь Ерма, автор одного из древних христианских произведений, Патрофа, Ермия и других с ними братьев. «Приветствуйте филолога, и Юлию, Нирея, и сестру его, и Олимпана, и всех с ним святых». Перечисляются имена мужчин и женщин, и говорится, что они все святые, то есть они в благодати. И те святые, которые с ними в общении, они тоже приветствуются. «Приветствуйте друг друга целованием святым, приветствуют вас все церкви Христовы». Может быть, друзья, мы не ценили возможность преподавать и получать целование святых, когда встречались в храмах, и вот сейчас из-за санитарных мер мы как бы лишены такой возможности. Господь, может быть, и посылает нам все эти испытания, чтобы мы оценили хотя бы то, что мы имели, но не наслаждались этим в полной мере. Далее 17 по 18 стих. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь происходящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему и Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Но это то, о чем мы уже с вами говорили сегодня. Сегодня очень важно надо было иметь письменное свидетельство от одной церкви к другой, чтобы человек, который пребывает в какую-то церковь, он имел бы рекомендацию, чтобы под видом христиан туда бы не проникли бы в христианские общины разные обольстители. Далее 19 по 20 стих. «Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Что значит «мудры на добро»? Добро надо делать с мудростью. Та же «милостыня», сказано в древнехристианском памятнике, «пусть милостыня запотеет в твоей руке», нельзя отдавать всем подряд. А что значит «просты на зло»? Не оскорбляться, не становиться мстительным из-за того зла, который нам причиняют. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Этими словами апостол Павел как бы ставит свою подпись. Это его окончание, но это не конец послания. Дальше идет 21-22 стих. Это приветствие от человека, который писал это послание под диктовку Павла апостола, некий такой паскриптум. «Приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Ясон, и Сосипатор, сотрудники мои». Как бы от лица Павла, но его часть окончилась. «Приветствую вас в Господе, и я, тертий, писавший сие послание». То есть писавший его под диктовку апостола Павла. Итак, сегодня мы называли, произносили дорогие для нас имена первых христиан. Пусть по их молитвам Господь даст нам заступничество. И особо мы благодарим Бога за служение первоверховного апостола Павла, который даровал всем церквам Эйкумены всей христианской православной вселенной такое удивительное послание, как послание к римлянам первоверховного апостола Павла. С Богом! С Богом!